ну что мы начинаем эфир ой все вообще буду без масок привет привет всем привет что за странные маски привет ребята мы сейчас будем общаться с вами на тему парфюмерии я пытаюсь выбрать что-то самое естественное из масок не люблю сейчас когда что-то лишний раз летает я еще жду добрый день к ты кто я видимо блогер на который вы подписаны из парижа всем привет я еще жду надю надя это так прекрасная девушка которая знает о парфюмерии все и мы будем с вами сегодня разбираться в мифах вы без маски красавица спасибо если честно я просто не люблю маски которые меняют лицо поэтому мне нравится что-то такое она просто чуть-чуть сглаживает все нюансы всем привет вот поэтому я подготовила список вопросов которые у меня созрели связанные с темой парфюмерии так я сейчас уже в этом достаточно я бы сказал что очень хорошо разбираюсь но ухожу вглубь и поняла что оказывается у нас существует очень много мифов навязанных как раз так чем журналом может быть и которые в итоге не соответствует правде привет очень красивая кладка спасибо это дайсон кстати вы отбелили зубки нет у нас карантин и мы вышли ну как карантин был 55 дней я еще никуда ничего не успела выйти это просто на самом деле очень многое может меняться это освещение вы сами понимаете цвет волос и так далее итак где моя надя сейчас мы и подожди а вот и супер она уже за привет привет так подключение я тут привет поднимать себя немножко как настроение рассказывает о настроение хорошее чувство карантин закончился ну нет я еще я еще не прочувствовала что карантин закончился к сожалению к сожалению да мы пока все еще много времени находимся дома да да и вот это вот ограничение что в час пик не нужно ездить на транспорте еще что то да единственное что вчера гуляли несколько часов просто на улице потому что мы сейчас находимся в фригороде париж есть парк огромный и вот почувствовала что все таки ограничения какие-то сняты ну да иногда выходишь куда-то в публичное место и кажется что как будто карантина не было столько людей да 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 меня тоже это пугает потому что многие без масок и когда ты два месяца был вообще без людей тут такой толпе иногда оказаться причем иногда бывает мне кажется что люди просто выходят на улицу просто так просто побыть на улице даже иногда больше чем в обычное время ну да опять же всегда так происходит когда что запрещено люди начинают делать наоборот надя пожалуйста не могла бы немножко рассказать о себе нашим зрителям и те которые нас посмотреть попозже я уже сказала что теперь будет о мифах да мы с тобой сегодня обсудим мифы в парфюмерии я парфюмерный гид мы с моей коллегой олей кузак проводим парфюмерную экскурсию в париж который называется запахи парижа я надеюсь мы очень скоро к этим экскурсиям вернемся да вот поэтому очень бы хотелось уже да закончить с карантином начать работать ну супер тогда давай сразу к делу мы сейчас пойдем по спискам вопросов которые я подготовила многие из этих мифов я с ними согласна не согласна я буду наверно что-то высказывать правда ли это либо я же вообще ничего не знаю и ты будешь уже говорить как бы да или нет сейчас секундочку почитаю проза те же ощущения зависит от меня на манмарте все сидят на земле и пьют вино окей да да к сожалению или к счастью так итак давай начнем с первого мифа самый распространенный миф когда у меня приезжают туристы и вообще они говорят яна нам нужны нишевые бутики потому что ниш это намного лучше чем масс-маркет что ты по этому поводу можешь сказать ну тут зависит от что человек считает лучше хуже чисто чисто если абстрагироваться от всего и посмотреть на качество парфюмерии то в принципе это нет особенной разницы между нишей масс-маркетом просто масс-маркет он попроще и скажем так подстраивается под большее количество людей а ниша это если вы хотите выделиться какой-то парфюм вам хочется такой который вас будет отличать от других людей или сделать какой-то стейтмент потому что многие парфюмы носят даже не не столько для удовольствия для того чтобы ну как бы показать что вот я другой я не такой как вы то есть или войти например в какую-то тусовку ну если мы часто разбираемся нишевые парфюмерии это лишевые парфюмерии стоят достаточно дороже чем масс-маркет и вот мы с тобой уже разбирали и писала в посте что связано именно с несколькими факторами можешь назвать почему так получилось ну во-первых тираж маленький малое производство поэтому всегда флакон будет стоить чуть дороже и потом это же как бы нас ведет к тому что закупаются материалы парфюмерные закупается сырье пусть даже у одного и того же производителя но если закупается там например 100 килограмм 150 килограмм цена за килограмм будет гораздо дороже если ты покупаешь например тонну одного и того же сырья поэтому тут вот таких факторов будет зависеть тоже и потом да есть такой момент что нишевые бренды выбирают более дорогое сырье и иногда идут на риск что возможно это не понравится большинству но у них есть но кому-то это понравится да ну и соответственно и флакон стоит дороже мне понравилась очень твоя фраза ты сказала что духи вообще на самом деле это уже люкс это уже то есть по сути мы платим за воздух и вот действительно когда я начала изучать тему ниши парфюмерии я заметила что когда я захожу в нишевый бутик и покупаю там парфюм я себя абсолютно по-другому чувствую я понимаю что более редкий парфюм который есть не у всех да да то есть это 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 ощущение это какое-то настроение это да то есть духи любые это люкс потому что без дух без духов без парфюмерии мы вполне себе можем прожить да вот без еды не можем а без духов можем поэтому это такое что то что просто для удовольствия существует и настроение да и если мы там скажем в одежде какую-то вещь не можем себе люксовую позволить потому что часто порог входа да достаточно высокий у каких-то там брендов у тех же шанель например да приобрести там сумку шанель не каждый может себе позволить но духи это то что в принципе можно себе позволить из люкса порог входа вот у них не такой большой поэтому ты как бы прикоснулся к этому люксу вот хотя бы этим ароматом у меня кстати многие клиенты удивляются что в среднем когда мы заходим нишевые бутики стоимость на дыхе это 200 евро ну то есть это 100 миллилитров я бы сказала у нас маркет 100 миллилитров может стоить 100 евро то есть как бы да два раза дороже но опять же это не вы бетон из арен да тоже такое сопоставление хорошо супер давайте к следующему мифу говорят что чем дороже аромат тем он лучше держится и дает такой огромный шлейф правда летом ну нет не правда совершенно но получается что во первых как аромат держится зависит прежде всего от тех материалов из которых он выполнен есть легколетучие молекулы те же например цитрусы которые быстро испаряются с кожи и есть молекулы более тяжелые это какие-то там я не знаю древесные мускусы еще что-то которые просто благодаря тому что они сами более тяжелые они испаряются с кожи дольше и дольше держится поэтому тут это не зависит как-то вот цены а просто зависит от композиции то есть по сути вот такие сладкие легкие духи они достаточно легко выветриваются их надо постоянно добавлять ты знаешь вот ты еще сказала про шлейф это вот такое еще понятие это то же самое что диффузность там еще говорим диффузности по по-французски это обозначается словом сияж возможно ты где-нибудь на презентациях это слышала часто сияжи это в принципе тоже такой техническая характеристика которая зависит от нескольких факторов и не обязательно она связана там с концентрацией или с тем тоже опять же ее трудно предугадать парфюме и ее часто путают со стойкостью но она не имеет как бы такой прямой корреляции со стойкостью стойкость это то что сколько парфюм находится у тебя на коже сколько времени а шлейф или диффузность это сколько он от тебя на какое расстояние он от тебя ощущается у меня просто к ассоциации почему-то с фильмов что вот если женщина в шубе например ну сейчас хотя я шубы не ношу от нее должно прям веять таким тяжелым и опорным ну кстати многие парфюмы вот как раз двадцатого века даже вот если мы возьмем прям начало двадцатого века двадцатые тридцатые годы прямо делались для того чтобы их наносить на мех и они очень хорошо смеха в общем-то шлифовали и поэтому да есть такой вопрос связанный с стойкостью насколько мне известно что когда духи создаются используется несколько компонентов бывает что их там несколько там пять а бывает что чуть ли не 60 вот я недавно читала про шанель парфюме номер пять готовлюсь лекции называется и там говорили что используется около 40-60 компонентов я восемьдесят восемьдесят это дает неповторимый запах и опять же якобы он более стойкий правда ли это нет это неправда потому что тут в принципе да не зависит как ты сказала от компонентов их может быть двадцать пять их может быть сто двадцать пять тут зависит от самой композиции и вот если мы говорим о шанель номер пять то там основа это альдегиды это органические соединения да которые в общем во многих на самом деле духах используется но просто вот шанель номер пять такие знаковые альдегиды очень стойкие сами по себе и их очень давно используют не только в духах но и чтобы например парфюмировать мыло или парфюмировать какие-то средства для для белья и поэтому у нас часто кстати они ассоциируются с каким-то запахом свежести потому что как раз это не очень хорошо держится на одежде на особенно постельно да 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 какие-то правила своеобразные сколько раз в день стоит носить духи чтобы опять же вот оставлять запах либо вообще нет никаких правил нет никаких правил то есть если если ты больше не слышишь духи можно как-то обновить до через два-три часа если есть такая возможность но как бы никаких правил только личные предпочтения а еще такой момент есть например я нанесла на себя духи и потом к вечеру они еще есть вроде как на мне но я уже хочу другие вот если это все смешаю будет странно будете чувствовать люди странный запах или ты думаешь что все перебьется ну тут тут разные есть мнения например такая марка как джо малон они вообще в принципе говорят что все наши парфюмы созданы для того чтобы их миксовать их можно смешивать между собой но опять же есть такая точка зрения что каждый парфюм это как произведение искусства это все равно что одни краски вот и кстати же сейчас рисуешь это все что все равно что нарисовать один цветок поверх другого цветка ну вот это может выглядеть странно особенно если у тебя еще тот парфюм достаточно еще держится и ощущается и поверх новые это может быть немножко как афоний другой стороны если то ты уже первый не ощущаешь и он давно ты его давно нанесла то ну почему бы и нет может быть знаешь я вообще наверное странный человек у меня я однолюб то есть у меня один парфюм я не могу использовать несколько то есть у меня такое настроение какой-то период и я только могу поменять и я не тех девушек у которых 10 флаконов ты знаешь у меня тоже на самом деле не так много флаконов потому что очень много всего пробую тестирование постоянно вот пробники тестеры travel сайза и так далее но я тоже я не могу я просто мне пугает почему-то мысль что если у меня будет куча флаконов они может быть меня переживут представляешь я не успею их использовать за всю жизнь мне кажется мне кажется я не хочется чтобы я их использовала и полностью тут как раз таки есть я писала нит связаны с тем что якобы у парфюмерного как называть колпачка не колпачка концентрата концентрат да якобы может закончиться срок годности это правда или нет да это правда ну в среднем как бы чтобы он соответствовал стандарту так называемый сок да парфюма он должен быть валидным 3-5 лет опять же все зависит от композиции что ты говоришь но я говорю за пять лет сложно не использовать а ну это зависит сколько у тебя духов зависит от магазина мы же не знаем как бы как покупают тоже нет тут скорее зависит от того как их хранили и как вы их сами храните то есть вдали от солнечных лучей в сухом месте без перепадов температур опять же есть такое понятие как винтажная парфюмерия и многие коллекционеры хранят духи там по 20-30 и у некоторых есть даже 50-летний даже вот то есть тут такой момент какие-то духи конечно не выживают какие-то выживают ну например там верхние ноты побились уже и потом трудно сказать насколько этот аромат соответствует тому что было там 50 лет назад потому что это под свином да то же самое если 50-100 лет его продержишь не факт что оно будет тем самым которое должно было быть ну да ну да ну да ну и получается на некоторых лекциях парфюмерных мы тестируем какие-то ароматы прошлого которые например ну воссозданы недавно и например им всего три месяца и со мной рядом могут сидеть коллекционеры и винтажники у которых есть этот аромат и которому например там уже 50-60 лет и они его не узнают в наводи как бы в новоделе то есть и это наводит на мысль насколько вот вот винтаж вообще соответствует ну его хорошо такая особая тема на самом деле да хорошо давай пойдем дальше следующий миф говорят что чем аромат натуральный тем он лучше то есть есть у нас натуральные компоненты есть синтетические правильно да правильно но да это миф что если парфюм натуральный то он лучше чем парфюм синтетический во первых сейчас нет такого практического понятия как натуральный синтетический парфюм с конца 19 века вся парфюмерия это смесь натуральных и синтетических молекул сейчас модно вот это направление натуральной парфюмерии но тут надо что знать как бы такой подводный камень что синтетика на самом деле которая пришла к нам там в конце 19 века она принесла с собой не только новую палитру парфюмером она принесла закрепителем аромата она принесла стойкость и поэтому натуральная парфюмерия она как правило очень нестойкая тут правда да тут правда зависит от того из чего какая композиция и так далее то есть у меня вот тут даже кстати взяла есть французская марка оптом я не знаю это видно или видно вот ну полтора два часа это самый максимум они полностью натуральные они сделаны кстати как такие легкие воды колонии я бы даже сказала и воды Ну, такие, то есть очень... У меня три беременных подружки, и ты говоришь, лёгкие воды. Нет, ну, такие, как лёгкие водички, да, что ли, вот так хочу сказать, что они очень лёгкие, ненавязчивые, но в то же время, да, они не шлифовые, они очень нестойкие. И потом есть такое ещё понятие, как инди-парфюмеры, натуральные парфюмеры, там, в России это самая известная, наверное, Анна Зварыкина, и это совершенно отдельный ветвь в парфюмерии, который люди, скорее всего, плохо знают, и когда они говорят натуральная парфюмерия, они, скорее всего, не понимают, о чём они говорят. И навряд ли слышали какие-то действительно натуральные духи. Как правило, вот эта вот натуральная парфюмерия, она, ну, такая не для всех, она такая немножко грязноватая, потому что вот эти... Грязноватые духи, это что значит? Это значит, что пахнет не всегда приятно. То есть... Только в смысле духи же, они же должны пахнуть приятно. Ну, ты знаешь, цветы, они имеют оттенки иногда... Ну, согласен, да. Не очень приятные, да, то есть они бывают оттенки иногда даже какие-то, извините, фекальные оттенки, да, индольные, ещё какие-то, то есть кожа не всегда бывает приятно, ну, кожный аккорд, я имею в виду, что-то такое, но бывает, что... Да, потому что синтетические молекулы, они, как правило, приближены, синтетические какие-то ароматы, они приближены больше к реальности, А если в среднем, например, какой-то популярный аромат, и процентное соотношение в них натуральных компонентов и синтетических везде всегда разное, либо есть какое-то... Я думаю, везде всегда разное, но я бы так навскидку сказала, 30 натуральные, 70 синтетические. Хорошо, а такое просто интересное, как уже человеку-гиду, а до 19 века что происходило с протеумом? Они только были натуральные и пропадал запах? Да, они были натуральные, все-таки уже использовались мускусы, то есть они знали, как, в принципе, фиксировать запахи, но так как это все были в основном одеколоны и такие просто парфюмированные воды, они были не особенно стойкие, то есть не такие стойкие, как сейчас. Понятно. Все, идем к следующему вопросу, чтобы не растягивать. Четвертое. С помощью ароматов можно привлечь партнера. Та-дам! Та-дам! Все, знаешь, когда я прихожу в мой любимый птик, который ты знаешь, есть такой аромат, который говорят, подкашивающие коленки мужчин. Говорят, что вот этот аромат безумно любят мужчины. Есть ли там что-то такое? Или нет? Нет, там ничего такого нет. Это зависит от самого конкретного мужчины, то есть у него, может, какие-то приятные ассоциации возникают с этим парфюмом, и, например, потому что часто у какого-то гурманского профиля, я не знаю, персики, шоколад, обычно он очень хорошо воспринимается и мужчины, и женщины. Ну да, хорошо. И он привлекательный. Но опять же у кого-то лично, например, я не знаю, может, у кого-то в детстве травма была с шоколадом, и он не воспринимает этот аромат как привлекательный. А что касается там, я не знаю, такого понятия, как феромоны и так далее, ну, в духах этого пока нет, хотя кто-то говорит, что это вообще сказка и выдумка, но на самом деле я беседовала с одним из функциональных парфюмеров компании Живодан, и она мне сказала, что такие исследования ведутся. То есть когда-нибудь может быть, а может быть и нет. Но вообще принцип же феромона в том, чтобы привлечь партнера, вернее, услышать, да, партнера, который подходит... У меня запах, по сути, будет. Ну да, то есть я так, насколько я это... Насколько я это понимаю. Да, насколько я это понимаю, то есть партнер, который наиболее отличается от нас по запаху, он будет самый, самый, ну, непривлекательный, желанный, потому что, соответственно, чем более диверсифицированно будет наша ДНК, тем лучше шансы у потомства выжить. Чем вы более разные, тем больше шансов у потомства. То есть вообще по этому признаку, по этому принципу, вообще не надо запах ничем закрывать. Потому что все запахи, да, они скрывают наш естественный запах, наш натуральный запах. Ну, согласна. Слушай, у меня есть интересная такая история, это просто так получилось. Я часто провожу экскурсии не только по основному центру Парижа, но еще на Монмартре. Монмартр славится тем, что там у нас Сакракер, все дела Мулин Руш, есть еще улица, ну, так назовем Красных Фонарей, да, улица Сукшопа. И часто бывает, что у меня клиенты говорят, Ян, давайте заглянем, тут такой дом. И вот один раз мы заглянули, и там было, нам какая-то была акция, нам давали маленькие флакончики, собственно, духов, с ядовыми феромонами, и 100% вам все обязательно приведут мужчины. И вот это смешно, но мы попырскались, и мы заходим в метро, и ты же знаешь, что в парижском метро никто не встает, но это вообще такая ситуация. Я тебе клянусь, пять мужчин, что да, я не знаю, как это, либо это в глаза, но это очень было смешно. Может, это эффект пассива? Ну, кстати, интересно, да. Очень просто вот, знаешь, я только думаю, и вот кто говорит, что феромоны не существуют? Это забавно. Когда мы читаем, что нам пишут, натуральные могут хорошо сохраняться, а это нормально, что одеколон до двух часов, если бы была концентрация парфюм-стойкость, в разы лучше. Не поняла вопрос. Так еще, я тоже не поняла сейчас. Натуральные могут сохраняться. Сохраняться, а так это нормально, что одеколон до двух часов, если бы была концентрация парфюм-стойкость, в разы лучше. Но, насколько я понимаю, тут не всегда тоже есть прямая зависимость от концентрации, потому что, если парфюм полностью на цитрусах, например, то он может очень легко испариться за час или за два часа, даже если там будет концентрация парфюм. Или если это, например, как натуральная марка, где нет никаких закрепителей. Вот здесь концентрация, кстати, eau de parfum, парфюмированная вода, он держится хуже, чем одеколон любой. Хотя это концентрация eau de parfum. И опять же, у меня есть такие случаи, когда даже в концентрации духи, то есть parfum или extra de parfum, стойкость не превышает пяти часов, то есть как у парфюмированной воды. То есть это все зависит от самой композиции. что парфюм будет хорошо, одеколон плохо, туалетная вода там. Нет, нет. Сейчас парфюмеры работают с такой вещью, как инкапсуализация, то есть они ароматы, молекулы помещают в такие как бы капсулы, да, и то есть аромат высвобождается не сразу, а постепенно, потому что там кожа нагревается, потому что мы там, трение, да, возникает, еще что-то. Вот таким образом можно в том числе закрепить парфюм подольше. Ну, это, кстати, существует не только в ароматах для тела, но и в ароматах, собственно, для стирки, для белья, чтобы аромат высвобождался постепенно, и, соответственно, мы его потом еще слышали и позже, да. Хорошо, супер, идем дальше. Пятый миф. Если я не чувствую аромата на себе, значит, мне этот аромат не подходит. Это правда или нет? Нет, это неправда, но я, кстати, слышала миф, что если я не слышу аромат от себя, то он мне очень подходит, и надо брать. А, да? Я такое слышала, да, да, да. Ну, не тот, не тот неверный. Если вы не слышите аромат от себя, то это могут быть особенности восприятия. Можно в таком случае либо забить на это дело, либо тренировать нос, тренировать обоняние. Это может быть проблема нанесения большого количества аромата, и таким образом нос быстро переключается на что-то другое, то есть он как бы не может, не может, и он уже просто перестает слышать. А много-то сколько? Это вот так вот? Или это больше еще? Ну, да, но это, опять же, это зависит от разных, от конкретных ароматов. То есть это может быть. Я не чувствую, но я для себя считаю, что если я не чувствую, возможно, опять же, я привыкла, и надо сменить. Либо это вообще просто не мое, потому что, ну вот, а смысл аромата, его же надо чувствовать, нет? Ну, я тоже, кстати, поддерживаю, что смысл, если ты не чувствуешь, то я бы сменила, и я бы чем-то заменила другим. Но я бы попробовала, да, наносить меньше, или наносить, вот знаешь, я со многими парфюмерами общалась, и там мнения разделились. То есть кто-то говорит, что нужно наносить только на одежду. И, по-моему, это была то ли Изабель Дуайан, то ли Ками Гуталь, доченька Гуталь. Она говорила, что она наносит парфюм на спинку пальто или на спинку плаща, и таким образом, как бы он далек от носа, и каждый раз, когда ты поворачиваешься или что-то, производишь какое-то движение, и доносится легкий, шлейф. Такой, типа... Вот. Потом, значит, кто мне говорил... Кристоф Лодомьель, он говорил, что он наносит парфюм только на пиджак, вот сюда вот, возле шеи, на воротник пиджака. И вот... Я наночу всё время на кожу. Что за дела? Что за дела? Как реально наносить парфюм? Говорят, что надо... Ну вот, растирать, я уже поняла, что неправда. Всё, вот так вот делать нельзя, ребята. Ну, можно, но просто... Не, можно, можно. Всё можно. Всё можно, я тебе всё разрешаю. Не, просто быстрее испаряться молекулы, и вообще, конечно, вот всё, то, что касается запястьей, здесь же много трения происходит об одежду, об другие части тела. Ну да. опять же... Я, да, я люблю и на волосы, и на одежду. Опять же, нужно быть осторожным, потому что некоторые, может быть, ароматы могут... Особенно, если одежда какая-то очень светлая, какая-то такая, то есть, чтобы не остались следы, да. Но, опять же, все современные почти ароматы, они хорошо распыляются, очень мелко дисперсно, и, по идее, никакого... Я даже в этом не думала. Дэмиджа не должно быть. Духи молекулы, правда, что раскрывает собственный запах человека? Ну, нет, я бы так не сказала. Собственный запах, нет. Собственный запах... Духи молекулы, все они говорят. Все. Ну, молекула просто, вот, Гёзы Шону, парфюмеру, пришла идея, что вместо того, чтобы, вот как Шанель, положить 80 компонентов, я положу один. И один, какой... Один там, я не знаю, Амбраксан, или еще какой-то. И он на этом построил свою концепцию. Один компонент не мешает ни с чем. Да, 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 да. Потому что многие вот эти кооптивные материалы, многие вот молекулы, они сами по себе очень интересные. И они как бы как духи в себе, так тоже можно сказать. И поэтому у них тоже есть какое-то и раскрытие, и все, но просто раньше он предлагал эту идею еще, по-моему, не знаю, там лет, много лет назад, не скажу там в каком году, но прям, не знаю, чуть ли там в 90-е еще годы предлагал. И его все, в общем, обсмеялись, засмеялись, сказали, ты что, товарищ, картина, это много красок, это не одна краска, а у меня цвет настроения синий, да, вот. Ну и он в результате не забил на это дело, он все-таки решился, пришел и сделал, и молодец, и такая вот концепция у него сработала. То есть для меня парфюмер это человек, который понимает, чувствует, он начинает смешивать и придумывать формулу. Когда у тебя один компонент, то есть он... Ну, ты знаешь, это... Ему просто захотелось показать богатство переливов вот одного какого-то компонента. В этом тоже ничего как бы такого нет, то есть он же раньше работал, он раньше работал на другие марки, он работал парфюмером во многих известных марках там, но просто что вот для своего бренда он выбрал эту концепцию, она неплоха, потому что, видишь, насколько люди её полюбили и носят с удовольствием. да, да. У меня даже как-то были такие туристы, которые вот спрашивали, ой, а можно вот покажите нам или расскажите нам о нишевой парфюмерии только не о молекуле, а то она везде. И это говорит о том, что это, конечно, тоже ну да, духи определенные отзывы. конечно же. Хорошо, идём дальше. последнего десятилетия. Самый лучший парфюм в дьюти-при, в дьюти-при, в дьюти-при, а в других странах, ну, других странах, очень часто говорят, что лучше покупать именно в дьюти-при и вообще не в своей стране. Ну, это часто говорят люди из СНГ приезжающие. Ну, да, да, у нас есть такой, ну, нет, я не согласна с этим утверждением, потому что в дьюти-фри абсолютно тот же самый парфюм стоит, что и везде. Сейчас, даже в странах СНГ, везде есть сети, которые официально продают парфюмерию совершенно легальную, и подделки сейчас, ну, подделки, то есть это для меня это какие-то киоски, не знаю, там, союз печать или еще что-то, то есть это какие-то в подземных переходах, какие-то непонятные лоточки, если это... Магазин больших сетевых. Да, если это нормальный магазин, официальный или сетевой, все там совершенно точно такое же, как и в дьюти-фри, и в дьюти-фри, кстати, достаточно трудно попасть, и если марка там продается, в общем, это для нее большая удача, потому что это большие деньги. Марка стремится всегда, стремится продаваться, если это не противоречит ее какой-то специальной философии. Если ты попадаешь в дьюти-фри, или просто больше людей? Это больше людей, это уже другие деньги совершенно, поэтому для марки это прям... Ну, по-моему, ниша вообще почти ничего не видела в дьюти-фри. Что на то, как вы на марке? Есть, но во Франции, во Франции это появилось вот только-только в прошлом году. В России появилось гораздо раньше, в Москве, ну и в арабских странах можно было купить нишевую парфюмерию в дьюти-фри и в Москве. И вот, по-моему, с прошлого года только в Париже, как это ни странно. Это был такой прям прорыв года. Вроде французы такие, вроде передовые, одновременно такие уже тормознутые периодически. Ну, видишь, как бы они стараются сохранить конфиденциальность, и это, в принципе, одна из вех таких нишевой парфюмерии, сохранить маленькое количество точек продаж, сохранить вот эту вот конфиденциальную уникальность. Да, вот. Поэтому это скорее тут не из-за того, что они не прогрессивны, а для того, чтобы они... У них это скорее противоречит их философии, скажем так, бренда. Ну, собственно, да. Часто, опять же, я вижу, что люди приходят в нишевый бутик, чтобы подобрать что-то такое, чего еще нет там-то, там-то, чтобы у него была одна. Да, да. Есть такие профили, которые, в принципе, на которые люди не будут обращать внимание в дьюти-фри или не будут обращать внимание, например, в Сифаре. Если я не ошибаюсь, вот у Фаррелла Уильямса были духи, есть духи, которые называются Girl, и их делал Антуан Ли, парфюмер. И он не хотел, чтобы духи продавались в сетях. И он считает, что эти духи не очень хорошо продавались, именно потому, что неправильно были выбраны точки продаж. Вот он говорил об этом недавно. Ну, то есть, да, это тоже влияет. Это тоже влияет. Хорошо, давай идем дальше. Возраст, цвет, волос, глаз, нанцидиату, паншуи могут помочь выбрать аромат. Нет. Ты не можешь прийти и сказать, я водолей, подберите мне духи. Я думаю, что хороший продажник тебе подберет все, что угодно и по водолею, эра водолея. Ну, нет. Как же подобрать духи? Вот что ты советуешь людям? Советую уделить этому внимание. Возможно, что-то почитать заранее. Почитать? Почитать о духах, да. Почитать о духах. Вот есть там, я не знаю, сайт Фрагрантика, есть разные форумы. И потом прийти в магазин и попробовать вообще понять, что примерно нравится. Примерно нравятся фрукты или примерно нравятся там мускусы, да, какое-то свежее направление или цитрусовые. То есть примерно определиться. Опять же, можно довериться консультанту, если вы доверяете консультанту. То есть это, конечно, такой всегда и риск, и в то же время он иногда бывает оправданный. Но есть профессии, которые очень хорошо подбирают, конечно. Безусловно. Они сразу начинают вести, удождить, еще вот это, еще вот это, да. Хорошо, идем дальше. Говорят, что одеколон для мужчин, а духи для женщин. Почему так? Откуда такие названия? Правда ли это? Я понимаю. Ну, нет. Кто-то пытается дозвониться. Слушай, нет, это... Конечно, есть разделение на мужские и женские. И изначально, да, как-то там одеколоны больше как мужской профиль был, цветочные там что-то сладкие больше женские. Но сейчас мы все-таки отходим от этого все больше и больше. в том числе с появлением ниши. Мы поняли, что самовыражаться можно по-разному. То есть, неважно, там, мужчина, ты женщина. Главное, вот, вот как хочешь, так и самовыражайся. Хочешь пахнуть горелой там резиной? Пожалуйста, хоть. Есть такие определенные запахи, которые очень сильно вот ассоциируются с женщиной, цветочной, да, что-то, и очень сильно с мужчиной. Ну, изначально, да, какой профиль мужской? Это древесные ноты, лаванда. Ну, кстати, вот, кстати, о лаванде есть такое семейство парфюмов, которое называется фужеры, где главную скрипку играют лаванда и кумари, на ваниль. И изначально фужеры всегда были мужским профилем, но вот в прошлом году, наверное, пошла мода на фужеры у женщины. Я все чаще замечаю, что женщины стали больше смотреть в сторону лаванды, в сторону вот фужеров. Ну, сейчас туда добавляются и цитрусы, и герань, и дубовый мох. То есть это не чисто лаванда и чисто ваниль, да? Разные бывают Я слышала, что у мужчин стало популярным больше вот тоже цветочные и цитрусовые ароматы. Есть ли? Да, да. Вообще, тема цветов у мужчин, она еще не полностью раскрыта. Тема цветов не раскрыта. Вот. Там непаханное просто поле для развития, и мужчины все чаще начинают сейчас носить цветы. Но даже если мы посмотрим на вот знаменитые Люмаль, Жанна Поля Готье, там это был флёр д'оранж, и есть флёр д'оранж, что, в принципе, тоже для мужчин раньше был вообще не вариант. Вот. А сейчас это прям интересно. Прям за милое дело. Я даже думала, когда вы мне рассказывали, то, что можно, оказывается, носить мужские запахи, есть запахи мужские, от которых я просто схожу с ума. Но они настолько потрясающие, я всегда мужа прошу лишний раз напырскаться, и я думаю, а что бы, если я буду его носить? Мне даже интересна ассоциация, мне кажется, даже у людей ассоциация может какая-то поменяться. Ну, конечно, да, ты попробуй, потому что она твоей коже может по-другому раскрыться, и ты посмотри, как тебе в носке они... Кстати, да, вот ещё один томик на Ниве, говорят, что якобы нишевая парфюмерия на коже раскрывается по-другому и лучше, чем масс-маркет. Это тоже неправда? Нет, нет. Тут, ну, просто масс-маркет, он такой попроще будет, и тут уже зависит от твоей собственной нанюханности. То есть, если у тебя большой опыт, ты много чего нюхаешь, часто бываешь в парфюмерных, там, я не знаю, у мужа у тебя много разных парфюмов, оно так вот... Опять же, еда тоже, кстати, вот чем больше ты разного пробуешь, всего, оно всё нарабатывает определённый вкус, определённый, да, багаж парфюмерный, и тебя уже навряд ли, может быть, привлечёт какой-то парфюм попроще, но это всегда такое не факт. Очень сильно изменился, потому что, я не могу это описать сложно, но действительно ниши в парфюмерии, они вот, вот какая-то там нотка есть, оно как-то по-другому себя аромат ведёт, очень необычно, оно раскрывается действительно по-другому. Я даже, когда вот так нюху мне нравится, наношу на кожу, абсолютно другой какой-то элемент выходит вперёд, я бы так сказала. Это с какой я наблюдала. Ну да, ну в целом, в нише немного больше, конечно, творческой свободы у самих парфюмеров, они больше идут на риск, и в принципе, у людей повышается вообще... это всю индустрию тянет вверх, и у людей тоже улучшается и вкус, и нанюханность больше сейчас, и люди много об этом читают, появилась информация в доступе, да, про парфюмерию. Поэтому это всё как-то, всё интереснее, интереснее всё становится. Согласна. Всё лучше... О, кстати, отличный вопрос. Всё лучшее в парфюмерии уже было, впереди ничего радостного нас не ждёт. Вот веришь ли в то утверждение, что уже всё придумано и ничего не изменится? Ну, нет! Нет, нет! Ну, нет, ну, нет. Мне кажется... Так, что-то в нишевых сложности... Вот Оля, да, пишет, что в нишевых есть сложность композиции, поэтому весь этот эффект, скорее всего... Да, сложность. В хорошем смысле сложность, да. Вообще в музыке-то тоже всего семь нот, но до сих пор что-то происходит, каждый новый день нас музыка какая-то новая радует, поэтому... Нет, в духах не всё ещё, мне кажется, раскрыто, и далеко не всё. И потом мы же сами тоже меняемся, наше восприятие меняется, и те ароматы, которые... Я даже вот по себе могу сказать, вот прям мне нравились, и я их любила, и всё. И иногда я к ним подхожу сейчас и думаю, блин, ну вот не те уже, не те духи, как раньше. Но, с другой стороны, и я же уже тоже не та. Практически не та. Да. Поэтому тут нет... Можно повлиять. Ну, тем более, вот это ещё интересная концепция, что, по сути, уже нет разделения на мужскую и женскую, и тётка. Это тоже может, опять же, расширять возможности того, что делать. Это открывает границы, конечно. Так, дальше. У нас ещё остались какие-то вопросы. Правда, что парфюмеры работают всего лишь пару часов в день? Дальше якобы их нос отключается, они ничего не могут делать? Ну, и да, и нет. Парфюмеры... У парфюмеров точно так же рабочий день, там, с девяти до пяти. Они приходят, работают у компьютера, точно так же, там, я не знаю, пьют кофе. Что касается работы самого носа, то, да, тут правда, что всего пару часов в день, ну, как сказать, или с перерывом... Нет, нет, это всё происходит с перерывами, и в любом случае парфюмер работает сразу над несколькими проектами, это может быть даже и пятнадцать-двадцать проектов одновременно, это может быть пять проектов, но это никогда не один проект. И парфюмер... Да, и парфюмер всё время переключается с одного запаха на другой, и в том числе он также участвует во встречах с клиентом, он участвует во встречах со своим эволюатором, он в лабораторию ходит, то есть у него день самый разный, и не так, что вот он сел и прям, и всё, и на три часа засел. Я два часа нанюхался, и такой, ну всё. Нет. Как ты считаешь, если парфюмер сломает нос, это конец твоего карьеры или нет? Сломает нос? Нет, не конец. Там же вот есть перегородка, это же невлиято на то, что мы чувствуем? Ну нет, то есть если будет повреждение прямо этих обонятельных рецепторов, тогда, тогда, естественно, да. Я просто очень часто, секундочку скажу, клиенты были пары, и вот очень часто мужчины, так получается, говорят, что у меня был сломан нос, я ничего не чувствую. И вот даже когда мы вино нюхаем, они говорят, я не чувствую. Ну, это может быть какое-то повреждение, действительно. И, кстати, вот, в принципе, сломан нос, это же что-то серьёзное произошло, то есть под травм, часто бывает и анасмия, то есть когда ты ничего не чувствуешь, или когда ты что-то чувствуешь частично. И есть ещё такой момент, что мужчины, они не тренируют обоняние. Да, я тоже об этом сказал. То есть они, ну, не то, что не тренируют, мы никто не тренируем, но просто они меньше уделяют, что ли, этому какое-то внимание. Женщина же женщина выбирает, она обычно нюхает, а это чем пахнет, а это чем пахнет. Да, то есть тут ничего не чувствую, скорее всего, ну, не на тренированность. Или не на тренированность вообще, если вообще отсутствие, да, обоняния, то это вообще страшная вещь, потому что, например, в еде 80% всего, что мы едим, вкус мы ощущаем благодаря молекулам, которые у нас попадают в нос через через глотку, то есть ретроназальным обонянием. Поэтому у нас и вкуса-то никакого не будет. Вот когда мы, да, болеем, например, нос заложен, мы не чувствуем вкус еды. Поэтому говорить, что вот я прям совсем ничего не чувствую, это значит, когда он ест, он тоже не чувствует. И это сразу страшное дело, потому что больше недели это уже к депрессивным ведет синдромам очень сильным. Тренируемся, тренируемся. Тренируемся, да. Но иногда люди не чувствуют мускусы, иногда есть просто слепые зоны какие-то, которые люди не чувствуют. У парфюмеров точно так же, они не какие-то там супер-боги, у них тоже есть слепые зоны, но просто они их знают ввиду того, что с этим связана их профессия, а мы их не знаем. И вот так их эмпирическим путем иногда бывает, что я, например, какой-то мускусный аромат слышу, а какой-то человек вот рядом вообще не слышит. Ну, значит, у него слепое пятно это мускусы. У меня была история, когда женщина выбрала себе духи, всегда, когда у нас пара, я веду вдвоем, потому что часто бывает разное. Женщина выбрала духи, говорит, боже, они такие потрясающие, на, понюхай. Он такой, ммм, потные носки. Потные носки, да-да-да-да-да. Тоже забавно, что абсолютно разное направление. Совершенно верно. Я тут недавно тестировала коллекцию из розовых ароматов нишевой марки и, значит, нанесла один аромат и разнашиваю, значит, его разнашиваю и что-то вот не то, и вот не могу понять, что, и, значит, думаю, ну вот, а я вообще большой поклонник розы. И тут муж проходит и говорит, блин, что-то так гудроном пахнет, что это за неприятный запах? Гудрон. А у меня роза. А у него гудрон. Надо быть аккуратным. Хорошо, следующий вопрос. Правда, что у парфюмера есть ограниченный срок... А, это парфюм, мы уже поговорили, и последний вопрос. Правда, что в тестерах и в аплаконах на продажу парфюма разного качества? Нет, неправда, и тоже касается пробников. Всё это наливается, да, всё, всё одно и то же. Что могу сказать по поводу тестеров, что бывает, во-первых, что они уже не новые, да, не молодые, так сказать. Какое-то количество воздуха, возможно, попало. Возможно, он стоял на свету, ещё что-то. Могут быть лёгкие различия с тем, что вы покупаете уже в новом флаконе, нераскрытом. И то, это может быть, можно уловить, если вот вы только что протестировали из тестера, купили, и через полчаса протестировали из нового флакона. И вот слегка различается. Но так практически... Но я слышала есть разница, что различаются духи, например, выпущенные два года назад и сейчас. Якобы могут формулы немножко поменять. Это правда или нет? Могут. Могут. Вообще, такие различия человеку с ненатренированным носом сложно уловить. Но если это ваши любимые духи, вы их постоянно носите, естественно, вы услышите эти различия. Они могут быть связаны с тем, что... Ну, во-первых, они могут быть связаны с тем, что вы сами за два года изменились. И у вас... Вы наработали новый багаж знаний. Наработали... У вас появилось... Вы нанюхали очень много новых парфюмов за два года. То есть, может и вы поменялись. Может быть, парфюмер сам, если это индивидуальная какая-то нишевая марка, и парфюмер, он же владелец, и он вот не нравилось что-то в парфюме, он раз, вот, чуть-чуть изменил. А может быть, эти изменения произошли ввиду того, что вот какие-то запретили, да, какие-то использования, например. Не то, что... Да, и запретили, и, например, снизили процент ввода определенного вещества. И нужно парфюмеру переработать... Только элементы, либо и синтетические тоже. То есть, синтетические, это же не вредно для экологии и так далее. Нет, нет, но есть такие, есть аллергены, просто ввод этих, процентный ввод их уменьшает. И то, то есть, этот запрет, как вот... Аллерген, это странно. Если у тебя аллергия на апельсин, так не ешь апельсин. Да, но, видишь, тогда люди не будут покупать парфюмерию, а так как без нее можно обойтись, то это как бы без еды, видишь, нельзя обойтись. А без парфюмерии можно. Поэтому, конечно же, парфюмеры стараются и компании стараются продать. И если ты хочешь продать гораздо большему количеству людей, ты будешь делать так, чтобы это соответствовало всем нормам. И потом, ИФРА, это организация, которая дает, скажем так, рекомендацию, это незаконодательный орган какой-то, да. Но опять же, если ты хочешь больше продавать и, соответственно, даже если там какой-то один человек пострадает, то все равно это будет... А если он дает рекомендацию, как бы, если рекомендации в доступном, ну, то есть в доступе, в интернете, можно почитать, либо эти рекомендации для... Можно зайти на сайт ИФРЫ, там, конечно, будет сложновато разобраться, но да, можно разобраться. Можно почитать. Да, да. Сохраните, пожалуйста, эфир. Сохраню. И вопрос... Нам, кстати, осталось буквально 5 минут, и нас выключи скоро. О, давай. Да, все быстро идет. Так быстро, добро. Все сходят с ума по... Ты видишь название? Да. Бакараруш 540, а для меня это аптечные бинты. Как можно услышать ту сладость, о которой многие пишут и говорят? Ну, никак нельзя, потому что вы уже ассоциировали это с бинтами. Ну, кстати, для меня вот как раз это больше какие-то... Для меня сахарные ваты. Для меня это какие-то хвойные такие, хвойная сладость и соль, вот что-то такое. А кто-то в этой соли, конечно, чувствует кровь, да, и бинты, пропитанные кровью, да. Вот. Поэтому тут зависит от того, какой у вас опыт. Если вы где-то были в больнице и для вас действительно вы услышали этот запах с бинтов, то это нельзя развидеть. Это как бы уже... Это ассоциация построена, наверное, как у ребенка, опять же. Вот это яблоко, оно пахнет так, и все. Ну... Какой-то запах в него другой. Ну да, можете вернуться к нему немножко попозже, когда пройдет весь этот раж по поводу Бакары, и все же ее там ругают, страшно, и все такое. Вот вернитесь к ней через пару лет, перепробуйте, вдруг что-то другое вы услышали. А если вариант прийти в нише партнерной, спросить, а может мне дать понюхать сладость, как в Бакаре, но не в Бакару? То есть, может, так еще могут подогнать? Сейчас очень много ароматов на тему вышло Бакаре, и вот из последних я даже тестировала, сейчас, если у нас буквально минутка есть, я скажу, что это Уд Суперфлюид, это Лизо Примордиаль марка. Она, кстати, есть в Санс Уник. А можете распонести ее так ближе? Да-да-да-да-да-да-да. Ты посмотрела это за скрином? Ай, нет, подожди, 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 вот так. Вот так. О, вот так хорошо. Вот, вот. Вот это мне показалось очень даже на тему Бакары, но не Бакара. То есть, так часто делают, какой-то выпускают известный парфюм, и потом что-то подобное выпускают? Ну да, потом выпускают по мотивам, потому что настолько, да, это все прям... популярно. Например, знаешь, что Шанель выпускала вот такой роман, Шанель Миппе, чтобы мы его не повторили, а вот Молекула, это же по сути один элемент, его не повторяли потом? Потому что концепция похожа. Ой, мне кажется, мне кажется, я могу ошибаться, это надо спросить у эксперта, конечно, больше, но мне кажется, с тех пор в каждом супермаркете стоят по мотивам. А, да? Да. Настолько это стало популярным. Конечно же, нельзя сравнить то, что вы... Это сделано немножко не так, но есть похожие профили в духах, которые буквально там, я не знаю, 10 евро стоят. Ну, логично, логично. Хорошо. Смотрите, у нас осталось буквально пару минут, если у вас есть какие-то вопросы, Надя, обязательно задавайте, потому что тут эксперт. Если нет, тогда просто спасибо тебе огромное за эти... Спасибо тебе, тоже было здорово. Очень много информации, мне очень понравилось. Написали, повторяли ля-ля-бу вроде. А, ну, может быть, кстати, у ля-ля-бу что-то было, да, на тему молекулы, да. Ну, у многих. в IGTV, если ты заходишь в ОСБ, ты можешь скачать, тебе покажу как. О, супер, здорово, да, это прям хорошо, что сейчас... До всего хорошего дня и тебе хорошего дня. Спасибо большое, и тебе было здорово всегда пообщаться, спасибо. До встречи. Всё, до встречи. Пока-пока. Пока.